Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tools. Сегодня у нас будет вот такой небольшой мини-обзор пилы DHS661ZU от компании Makita. Такая пила у меня уже была на обзоре, но только была версия 660 и американка. Американская версия была черная, так как в США такие компактные пилы, точнее компактный инструмент делится на отдельную подкатегорию и называется там субкомпактный инструмент. В России такого деления нет и в Европе, но модели те же самые у нас присутствуют. Отличается эта модель от той, которая была в обзоре, ссылки я конечно оставлю в описании, только единственной штукой в этой пиле имеется система AVS, то есть Bluetooth модуль здесь есть, он даже здесь идет в комплекте. Это показывает здесь буква U, с помощью которого можно включать беспроводной пылесос. На коробке мы видим, что пила работает от аккумуляторов серии LXT, бесщеточный мотор, система защиты от пыли и влаги и система беспроводного подключения пылесоса. 165 мм диск, аккумуляторная циркулярная пила, ну также из модели я уже сказал DHS661ZU. Z комплектация идет без аккумуляторов, U, то что имеется Bluetooth модуль. На этой стороне мы видим, вот здесь на наклеечке указано, что имеется автоматический тормоз, подсветка зоны, а вот это кстати я не знаю что означает, надо будет посмотреть в каталоге. На этой стороне на картинках мы видим, вот сюда подключается Bluetooth модуль, здесь мы видим индикатор заряда батареи и еще одна лампочка, которая показывает, когда пила нагружается сильно, она включает повышенную мощность и об этом вот этот индикатор как раз говорит. Здесь нарисовано, что имеется система выдува пыли, то есть когда мы пилим, отсюда идет воздух и раздувает опилки. Здесь мы видим, что станина регулируется, можно пилить под углом 45 градусов, здесь мы наблюдаем подсветку, а здесь мы видим, что регулируется глубина пропила. А с этой стороны вот как раз наклеена отдельная наклеечка, которая указывает, что в комплекте имеется Bluetooth модуль. Открываем. В комплекте у нас инструкция на русском, на английском языках. Патрубок для подключения пылесоса. Параллельный упор. Здесь у нас быстрая инструкция, как подключать Bluetooth модуль. У меня, к сожалению, без проводного пылесоса нет, у меня есть только проводного, точнее, есть пылесос аккумуляторный, но работает он, короче, в нем нету этого AVS модуля Bluetooth. Здесь у нас сертификат, гарантии всякие. Стандартный вот такой листик, пока еще 270 инструментов, уже там более 320, по-моему даже больше. Сейчас посмотрим, какого она года выпуска. И вот он Bluetooth модуль. На него идет тоже отдельная инструкция внутри. Тоже, я так понимаю, на многих языках не будем смотреть. Модуль вот в такой коробочке. Модули могут быть у разных моделей, то есть вам попасться, смотря в какое время вы купили. Модули могут быть разные, они подвергались периодически изменениям, то есть что-то там у них усовершенствовали, наверное, вот 2017 года этот модуль. Короче, их существует несколько видов под разными артикулами, но, я так понимаю, работают они примерно одинаково. В комплекте имеется вот такой диск Efficat. По поводу дисков, кстати, у Папа Карло есть хорошее видео, к ним представитель приезжал и все диски показывал, рассказывал. Они под микроскопом их смотрели, под каким углом там разные диски заточены. Советую посмотреть, интересное видео. Ну и сама пила. Пила у нас сделана в Румынии. Я, кстати, не помню, та американская, надо будет посмотреть, где американская была сделана. Вставлю это в ролик. Пила 21 года, апрель месяц. Давайте ее включим. Ну а теперь давайте посмотрим, что у этой пилы внутри. То есть, в том ролике я пилу не разбирал, просто сделал обзор. А в этом мы ее разберем. Для начала открутим гайку. Чтобы ее открутить, здесь в комплекте есть ключик. А вот здесь есть специальный фиксатор шпинделя вот этого. Где? Что? Где? Где? Как идет кое? Вanyak. далее нам необходимо снять эту пластиковую защиту для того чтобы ее снять здесь есть стопорное кольцо воспользуемся съемниками стопорных колец кольцо сняли и снимаем так расслабить так нам будет более удобно здесь у нас пружинка также здесь есть еще одна вот такая пружина и смазанная она здесь маслом далее откручиваем два винта винты эти завода идут то есть сразу с фиксатором и пробуем достать сделать это не так просто внутри мы видим шестерню шестерня тоже сидит вот здесь стопорное колечко и подшипник нмб сделан в таиланде номер r 1760 кей кей или другими словами 606 подшипник внутри находится подшипник под артикулом 211 131-2 это подшипник 12 дробь 28 или 6000 1 подшипник от компании nsk здесь будет стоять ну и все это напрессовано вот на такой шпиндель шпиндель 2018 году подвергся изменением чтобы улучшить контактную часть внутреннего фланца то есть фланец внутренний стал как бы иметь более больше контакт со шпинделем раньше этот шпиндель имел артикул 327 143 6 а теперь имеет артикул 327 244-0 корпус подшипника вот этот алюминиевый если вы будете заказывать он будет идти сразу с этой резиночкой резиночку также можно заказать отдельно ну и давайте откроем корпус мотора для начала открутим ручку такое ощущение что пилу то ли разбирали то ли непонятно что это за следует красный видите и пружинку ли да эту пилу кто-то разбирал уже как-то криво собрал но вы не думаете что это в магазине пила мне не из магазина досталось то есть не новое внутри мы видим выключатель амарон на нем указано артикул указан 651 083 9 по схеме у нас идет точно такой же артикул амарон это японская компания занимаюсь с выпуском производством выключателей электронных компонентов разных также здесь еще один есть микрик тоже от компании амарон микрик и имеет артикул 632 или 86 даже по винтикам видно что ее вскрывали аккуратно но не бесследно и на вскрывали только скорее всего электрическую часть стопор пружина от него вот мы отсоединили корпус диска с основания основания здесь такое жесткая не штамповка из металла и в отличие от американской версии здесь линейка вот в сантиметрах на них дюймах вот это у нас как раз система обдувки пыли то есть вентилятор здесь гоняет воздух точнее отсюда и он отсюда вот выходит мы открываем дальше подсветочка ну здесь у нас по стандарту проводочки bluetooth модуль и двигатель ротор извлекли ротор имеет артикул 519 527-4 при покупке нового ротора подшипники уже будут на нем запрессованы внизу у нас идет 606 подшипник нмб он точно такой же как и на шестерне ну а сверху идет 210 059 1 это 6000 подшипник при разборке если вы будете разбирать несколько инструментов бесщеточных ни в коем случае нельзя соединять вот этот магнитный ротор с другим магнитным ротором или к магниту его подносить он может размагнититься и повредиться защита статора мы внутри обычный как бы бесщеточный двигатель видим статор контроллер здесь кстати еще какая-то штука интересная помимо bluetooth модуля это какой-то еще дополнительный контроллер сап контроллер называется 620 54-9 артипу или это какой-то румыну здесь красил короче вот эти винтики по зафигачивал тут краской все да вот он суп контроллер для bluetooth модуля а у пила 660 имеет чуть-чуть другой контроллер там скорее всего просто нет вот этого разъема подсветочка ну и здесь еще отдельно конденсатор выведен на обычного контроллера он выходит отсюда сразу здесь его сделали ху так рядом скорее всего для компактности но намудрено конечно здесь ну принципе вот и все что мы хотели посмотреть больше тут разбирать нечего вот такая простенькая небольшая конструкция а пила получилась такая очень мощная посмотрите как здесь шкив какой толстый все это пила вроде и компактная но при этом она достаточно мощная ну и на этом спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока ну все пила собрано пишите в комментариях свое мнение об этой пиле что вам не понравилось что не понравилось и кого такая пила есть у меня непонятное мнение сложилось не прям по конкретно попили пилота очень сама по себе хорошая потому разбирали ее или этот такой такая сборка принципе там по сборке то все отлично и видно что в краске много всего мы знаем и пружинка стояла неровно и по винтам видно что ее разбирали и и и и